Тут надо быть очень осторожным, потому что мы знаем, что те, кто присваивают себе, скажем, такие понятия и считают себя патриотами, на самом деле, скажем, в других предлагаемых обстоятельствах это совершенно другая история. Тут надо быть очень осторожным, поскольку, вы знаете, вот есть такой лжепатриотизм, пафосный. Вы знаете, что черносотинцы, между прочим, давайте вспомним историю, они тоже называли себя патриотами. Любые хорошие слова не отменяют как бы сути. Вы знаете, с какими хорошими словами, лозунгами, нет, я бы даже сказал, тогда были как бы девизы, творились крестовые походы. То есть тут вопрос патриотизма, это вопрос как бы очень сложный и философский. Если это просто фанатик, он уже мне, знаете, опасен. Если это человек, который, вот я верю в такую незаметную историю, тихо любит свою родину, это да. Я вот, например, всегда поражаюсь, кто-то афиширует благотворительные свои фонды, а кто-то делает молча, кто-то совершенно анонимно, почти, перечисляет деньги в детдом или спасает больных детей. И вот это дороже, чем акция и, скажем, большая вокруг этого пиар-компания. Вот тут я начинаю сомневаться, а вот по-настоящему ли этот человек патриотичен, что ему дороже? Его имидж, его как бы персоналити в рамках этой истории или само дело? Вот я верю в тихих патриотов, те, которые совершенно незаметно делают доброе дело, потому что они верят в одно, это воздастся когда-нибудь, и еще никто не отменял. Помните той маленькой луковки Достоевского, которая спасет и за которую вытянут, может быть, тебя в рай, даже если ты нагрешил, потому что нет людей белых и черных. Все как бы в крапинку, я бы так сказал, но тут, я еще раз говорю, мое личное, как бы, такое ощущение от того, кто настоящий патриот, это люди тихие, незаметные.